Имитационное моделирование. Рассмотрим статистику, используемую в системе имитационного моделирования Arena Simulation Software. В программном продукте Arena есть возможность использовать большое количество различных распределений. Бета, непрерывное, дискретное, распределение Эрланга, экспоненциальное, гамма-распределение, распределение Джонсона, логарифмическое распределение, натуральное распределение, поассоновское, треугольное, равномерное и распределение Вейбола. Каждое из представленных распределений имеет свое обозначение в программном продукте Arena и, соответственно, параметры, которые необходимо задать при использовании того или иного распределения. Наиболее часто используется в системе равномерное распределение ЮНИФ. На слайде показано правильное задание данного распределения. Равномерное распределение с минимальным значением 3,5 и максимальное значение 6 необходимо записать как ЮНИФ 3,5,6. Нормальное распределение также достаточно часто используется. Нормальное распределение со средним значением 83 и стандартное отклонение 12,8. Запись будет нормал 83,12,8. Следующее распределение, которое также заслуживает внимания и которое наиболее часто используется, это треугольное распределение. Треугольное распределение имеет параметр минимального значения 10, наиболее часто встречаемое 15 и максимальное значение 22. Запись будет 3,10,15,22. Итак, если говорить, какое из распределений где используется, то экспоненциальное распределение, как правило, наиболее часто используется в модуле креита. Модуль, который задает поступление сущностей в модель. Соответственно, может быть это количество клиентов, может быть это количество каких-то заявок. С другой стороны, если это какой-то процесс, то, например, данное экспоненциальное распределение показывает время безотказной работы какого-то параметра. Соответственно, на слайде показан график плотности распределения и, соответственно, параметры задания. Следующее нормальное распределение используется, когда величина является суммой большого количества других величин. Используемых для моделирования процесса и в то же время, когда процесс имеет симметричный характер распределения. Рекомендуется использовать для описания устойчивых процессов. Соответственно, на слайде показана функция плотности данного распределения, ну и область задания. Треугольное распределение используется для описания таких процессов, для которых статистику мы окончательно не можем подобрать, мы не уверены в правильности этой статистики, мы не знаем окончательные варианты того или иного процесса. И поэтому в данном случае использование треугольного распределения оправдано тем, что мы знаем максимальный параметр, минимальный параметр для какого-то процесса и знаем, соответственно, величину наиболее вероятностного хода течения данного процесса. Соответственно, на слайде показана функция плотности распределения для треугольного распределения. Равномерное распределение используется, когда все значения в конечном диапазоне считаются одинаково вероятными и нет другой информации. Данное распределение имеет большую дисперсию. Функция плотности равномерного распределения показана на слайде. Также показаны параметры его задания. Пауассоновское распределение – это дискретное распределение, которое часто используется для моделирования количества случайных событий, происходящих за фиксированный интервал времени. Используется для моделирования случайных событий для различных партий. И используется в модуле процесс, например, при создании имитационной модели в программном продукте арена. Функция плотности распределения представлена на слайде. Логарифмическое распределение используется для представления времени выполнения задач, распределение которых смещено вправо. Логарифмическое является несимметричным распределением. Функция плотности также показана на рисунке. Итак, мы рассмотрели наиболее часто используемые распределения в программном продукте Arena Simulation Software.